Совместные действия подразумевают, что мы с собой интегрируем все наши меры поддержки на предмет унификации. То есть мы, первое, доработаем наши реестры, те, которые существуют. Второе, интегрируем во все меры поддержки обязательность нахождения, то есть обязательность соответствия требованиям федеральным, которые будут едины для всей страны. И неважно, какую меру поддержки ты получаешь, 11, 19 или 316 постановление. У нас будет межрестная комиссия, которая будет заниматься тем, что будет оценивать эффективность, соответственно, тех или иных мер, кто с поддержкой по промоинфраструктуре, значит, совершенствует законодательство. Обязательно туда будут приглашать, туда точно войдут и профильные ассоциации индустриальных парков, ассоциации дружеских технопарков. Второй этап – это, соответственно, разработка типовых НПА. Есть идея у нас, мы ее обсуждаем с Минеком, думаем, как это сделать для того, чтобы, грубо говоря, сертифицированный парк не подавал лишних документов, если он уже сертифицировался и подставил поезды на госэкспертизу. Зачем это? Еще раз отдавать Минек, да, элемент промоторг, напрямую заходит на конкурс и участвует уже без подачи этих документов. Они выкружаются автоматически через обмен базами данных. И формирование единого стат-инструментария – это то, о чем я ранее сказал, по квартально разбито. Еще одно направление, по которому важно интегрироваться, и министры, ну, значит, Денис Валентинович у нас старый, новый министр, а Министерство экономического развития – новый министр. Новый Максим. Да, новый Максим, поэтому уверен, что приятственность сохранится, потому что у министров была договоренность о том, что, значит, мы делаем единую программу обучающих семинаров стажиров и стажировок, для того, чтобы никого не путать, вот, так же, там, Кациентка, Цуканов, Терина, значит, Расланова, вместе на всех мероприятиях рассказываем об одном и том же, одними словами, без путаницы, да, чтобы не было узурпированности, скажем так, значит, мер поддержки и инфраструктуры, мне кажется, это рынок, вы всех ждете. У нас в течение 2020 года мы проводим обязательно восемь выездных стажировок федеральной округа, это стажировки традиционной Минпромторга с институтами развития, мы договорились, что в ней будет участвовать представитель Министерства экономики, как раз с целью, значит, синхронизации наших всех мероприятий поддержки. Планы этих стажировок в ближайшее время покажем, с февраля, начиная, первая стажировка будет с Северокавказского федерального округа в Аркызе, в Карачае-Черкесской республике 27-28 февраля, поэтому желающих, соответственно, туда приглашаю, и в одном из субъектов, в остальных семьях округов, округах федеральных также будут все стажировки проведены. Плюс совместные выступления, круглые столы на всех наших столных площадках, это и Сочинский форум, и Санкт-Петербургский форум, и Сибирская площадка, Промроссия, Билл-Парк и все остальные мероприятия. Я закончил. У нас формат предполагает вопросы-ответы действующая конференция. Мы выступили, сели и дальше. У нас предполагается, что вопросы-ответы в конце каждого блока. Когда я закончил, готов буду, как у нас модераторы ведут мероприятия, в конце блока ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо. Денис Павлович, попросим тебя продолжить, да, вот эту историю про мероприятия, а потом Олеся Анатольевна расскажет часть, которую сейчас мы сминаем. Денис Павлович, подробно сказал о необходимости нам сближать день с МинЭКом, который нам уже поставил задачу президент. И вообще говоря, не только с МинЭКом. Мы говорим здесь и о Миноборнауке, и о других федеральных ведомствах, которые должны также в рамках того законодательства, которое предусмотрено в федеральном законе о промышленной политике, прийти к единому стандарту понимания, что какой индустриальный парк и порядку предоставления государственной поддержки. Мы с вами уже давно знакомы и работаем. Честно говоря, у меня давно уже такая, как четыре года зрела мысль, это все-таки прийти к этому одному окну. Это очень оказалась непростая история на федеральном уровне, договориться о федеральном университетах. Я надеюсь, что сейчас с этим выходом поручения президента мы сможем более детально уже обсудить все и как-то быстрее начать эту работу. Потому что до сегодняшнего момента мы пока что работаем в разных совершенно траекториях каждого ведомства самостоятельно. Поэтому возрастает роль самого реестра индустриальных парков и тех требований, которые утверждены в соответствии с законом о промышленной политике. Напомню, у нас в настоящий момент за весь период существования этого реестра аккредитовано 70 индустриальных парков. Последняя вот семерка в конце, в начале этого года, в конце прошлого уже была рассмотрена, подписан приказ, был министром в начале этого года. Зеленым цветом выделены те, кто у нас получает государственную поддержку, но практически все из этих парков так или иначе участвуют также в региональной поддержке, в виде налоговых льгот либо прямой финансовой субсидии от региона. Здесь отмечены только те, кто по линии Минпромторга, но я думаю, что здесь также большинство являются участниками программ Минэкономразвития России. Это как раз вот сейчас мы эту работу по синхронизации и ведем в этой статистике. Понимание того, сколько денег было предоставлено, кому и в каком объеме, какая эффективность проекта. Что касается реестров, я подробнее скажу об этом, потому что это будет ключевой, по сути, наверное, волнующий вопрос отрасли с порядком прохождения и скоростью включения в этот реестр. Действительно, во второй части подискутировали эту тему относительно необходимости включения новых объектов либо новых законодательных статей, как про ограниченные парки. Вместе с тем, нам удалось уже довольно-таки долгое время, за долгое время, работать в реестр, отработать довольно-таки механизм аккредитации и самих требований. Было несколько пакетных поправок. Сегодня мы обсудим, возможно, какие-то дополнительные поправки действительно. Денис, прав, что парки развиваются, они стоят на месте. Мы также стараемся идти с вами в одном направлении и также вносить свое время на соответствующие изменения. Как реестр работает, вы все эту нормативную базу знаете. Это и 145-й приказ, и 103-й о порядке введения реестра, и сами требования. На сегодняшний момент в рамках этого законодательства нормативно-правых актов сама аккредитация предусмотрена, на нее срок отведен в размере 30 рабочих дней с момента получения заявки министерством. 7 дней проверяется полнота и комплектность документов, 23 рабочих дней проверяются документы по существу. Безусловно, наше ключевое КПМ-министерство заключается в том, чтобы с введением единых стандартов по всем министерствам на федеральном уровне упростить работу этого реестра и ускорить вашу аккредитацию, так называемую. Как мы это предлагаем сделать? Тоже вопрос обсуждаемый, как и также ваше предложение готовы послушать. На сегодняшний момент мы хотели позаимствовать также практику о развитии промышленности, у них довольно-таки отработанная система проверки документов, которые поступают на получение государственной поддержки. Предлагается разделить не на два этапа, как сейчас полнота и комплектность этих документов, а дальше мы проверяем по существу. Предлагается ввести так называемую экспресс-оценку. Для чего она делается? Потому что, безусловно, несмотря на то, что вроде указано, что 30 рабочих дней, но не все парку далеко получается в этот срок уложиться и нам рассмотреть. Почему? Потому что мы посмотрели документы, есть ошибки, дальше сдаётся всё это, снова 30 рабочих дней и так далее. Хотя, в принципе, возможно, есть какие-то замечания, но не существенные у парка, и возможно, их на первом этапе сразу же быстро откорректировать. Для этого мы предлагаем ввести экспресс-оценку, так называемую, по ключевым параметрам, посмотреть сам парк, исходя из ключевых ковенантов, которые требуются, исходя из требований, которые установлены законодательством. Ну, к примеру, там, свободная электрическая мощность 0,15 мегаватт есть, хорошо. Нет технологических разрывов, там, более двух километров. Сночь больше, чем не гектар, окей. Ну, просто вот эти вот элементарные, так скажем, вещи, которые, в принципе, можно поправить на входе и зад, они погружаться полностью по, так скажем, исследованию этой заявки. Мы хотим уже заявителю на первом этапе сразу отработать и понять, какие можно внести правки и просить быстрее пройти аккредитацию. Мы предлагаем ее разделить, не увеличивая, естественно, общий срок, который сейчас установлен на аккредитацию. Второе направление. Мы хотели поработать над автоматизацией. Именно этот год у нас целый блок работ запланирован на эту тему. Он связан как с подготовкой заявки, так и ее рассмотрением. Мы не стали указывать здесь, насколько может сократиться срок подготовки заявки, связанный с самим заявителем. Но о чем здесь хотелось бы сказать? Мы хотели бы разработать некоторые шаблонные виды электронных документов, которые система сама могла бы отслеживать правильности заполнения изначально, чтобы не допускались типовые ошибки при формировании тех или иных документов. Второе. Мы хотели бы подключиться к МИДО. И, к примеру, выписки по земельным участкам. Выписки из ПНС. Других баз электронных, которые ведут другие. Чтобы вы уже могли, в принципе, сами не запрашивать эти документы и потом формировать заявку. А сразу на входе эта система позволяла бы нам подгружать из электронных баз других ведомств. Это первый этап. Подача заявки. Второе. Мы хотели бы упросить, конечно, автоматизировать систему рассмотрения. Для этого мы хотели бы предусмотреть несколько этапов. Первое – это полнота и комплектность документов. Сейчас эта работа занимает 7 рабочих дней. Мы бы хотели сказать еще до двух, каким образом это позволило бы сделать сами электронные алгоритмы, которые мы хотели бы зашить в эту систему, чтобы она сама проверяла полноту и комплектность этих документов. В принципе, возможно, мы уже обсуждали это с разработчиками, это могло бы серьезно ускорить первый этап прохождения. На следующем этапе, когда эту экспресс-оценку, это также позволит сделать система ключевые параметры, по которым парк может не пройти, чтобы сразу же могла в систему выгружать заключение. Также по электронному документу обороту, соответственно, вписать соответствующее заключение, подписывать, оно уходило бы к вам. Ну и четвертый этап, самый основной, это экспертная оценка уже самими экспертами, которые смотрят саму заявку уже по существу. Мы постараемся в этом году наладить работу таким образом, чтобы либо увеличить количество экспертов, либо дополнительно какие-то попробовать процедуры автоматизировать, но в целом сократить срок рассмотрения. И таким образом у нас вот KPI наш на 10 рабочих дней эту всю процедуру аккредитации сократить до 20 рабочих дней. Вот за счет этих инструментов. Что касается КИСИПа? Безусловно, КИСИПа это та система, которая должна стать основным статистическим инструментарием. Потому что, в принципе, в рамках проверки, которую проводила администрация президента, было предложено передать это Росстатус. На базе Росстатуса, вы понимаете, тоже своя система разработать формы через регионы, запрашивать их, анализировать, плюс Росстатус объяснить, что будет устроенный парк, на наш взгляд это будет еще сложнее и менее объективно. Соответственно, мы выбрали путь, это дорабатывать эту систему, придать ей статус федеральный, включить обязательства по заполнению ее и отражению там право для всех получательной поддержки, для тех, кто попал в реестр федеральный бизнес. И, соответственно, хотим также, чтобы она приносила пользу этого рода. Мы хотим, в том числе, разместить ее во всех предметах за рубежом, чтобы она постоянно работала, чтобы можно было коллегам, которые находятся у нас, как постоянные представители Завершенской Федерации за рубежом, ее использовать в встрече с рубежными инвесторами, соответственно, продвигать, работать на продвижение самой инфраструктуры, в том числе на международных форумах, выставках, возможное использование. Но хотели бы ее также придать статус федеральный и, понимая, что там объективная информация по всей России содержится, мы бы хотели также ее использовать во всех официальных встречах первых лиц. Что касается программы совместных действий, безусловно, совместная работа с МинЭКом, мы сейчас инвестируем это в рамках плана совместных действий, которые мы подписали по сближению к работам Олеся. расскажем более подробно, но мы должны эту информацию донести до всех регионов и до всех управляющих компаний парков. Для этого мы запланировали целый пласт работы, связанный с совместными мероприятиями на этот год. Вот Виталий Павлов сказал о тех стажировках, которые в федеральных отругах. Вот предприятий на их установленный график на этот год. Они будут проходить в каждом федеральном округе с привлечением всех министров промышленности и региональных и предприятий, управляющих компанией парков. где мы будем каждый этап, потому что, как видим, сроки нашей конец синхронизации на этот год довольно-таки сжатые. Каждый этап мы будем рассматривать и с вами обсуждать, насколько мы продвинулись, какие законодательные инициативы, что нового будет меняться в очередном, так скажем, квартале. Также у нас есть планы по возобновлению программы зарубежных стажировок, и эту инициативу поддержал также министр промышленности Дмитрий Залентинович. Как вы помните, первоначально, когда Ассоциация Уссоциальных Парков помогала нам первую такую стажировку, наша задача была изучить стандарты проектирования, как все объекты работают, взять министр промышленности, региональных, и, соответственно, по итогам этих поездок разработать. И на стандарты появились, и требования появились. Была запущена система поддержки создания таких объектов. Но до сих пор мы до хороших выплатили, судя по статистике, которая у нас есть, и Денис тоже не даст соврать, преувеличить, что тенденция и скорость развития этого области была и остается довольно-таки высокой. Соответственно, ну, сейчас мы стоим перед следующей задачей это повышение спроса на эти площадки, их заполняемости, привлечение зарубежных инвесторов и компаний. Соответственно, хотели бы в рамках очередной стажировки по результату получить некоторые зарубежные, адаптированные для России, но стандарты управления такими объектами, понятные зарубежным инвесторам. Это продемонстрировать, возможно, несколько сделать коллективных экспозиций на ключевых площадках, где будут первые лица и довольно-таки много зарубежных инвесторов, чтобы заняться условно-говоря продвижением этих объектов, через торг предства разместить постоянные выставочные экспозиции на этих объектах, и заняться, условно говоря, продвижением инфраструктуры, которые мы уже создали. Ну и третий блок – это наша российская повестка, это те ключевые мероприятия, о которых вы уже знаете, в которые мы также будем совместно участвовать, проводить круглые столы, и опять-таки с вами обсуждать, рассказывать о том, как мы продвинуться по синхронизации на федеральном уровне. Это первый этап будет. Второй этап у нас также начинается в этом году, это с регионами, разработанными типовым формативных актов, синхронизованных уже с федеральной повесткой, чтобы они приняли это на регионах. Таким образом, нам предстоит также выстроить полную вертикаль единообразного понимания инвесториального парка, и как получить поддержку. И повторю, что вот это направление мы также будем обсуждать на всех региональных мероприятиях. Ключевыми здесь является и парк, ключевыми также и технопром, ну и ближайшее мероприятие в Сочи, которое проведет 12 декабря, там будет несколько столов, в том числе один из них по инфраструктуре будет производить Минэкономразвитие России, и, соответственно, на уровне заявления министра, губернатора будем обсуждать в том числе и этот вопрос. Это, наверное, общие вещи, которые мы будем, условно, делать на этот год. Я думаю, что в конце обсудим с вами. В целом, хочу сказать, что нам нет, вот сейчас нет возможности обсуждать, надо ли нам приводить федеральное собирательство, работать всем по одному, нужно отключаться, регистр нет. Нам уже поставлена задача, это по итогам проверки президента. Поэтому мы в любом случае что-то сделаем. И сейчас вопрос только в скорости того, как мы будем работать совместно, но в совместном весе, я думаю, это сделаем эффективно и безболезненно. Это основная задача, в самом деле сделать это максимально комфортно для вас. Спасибо. Спасибо. Мы, наверное, логично, если мы сейчас попросим овечно на то, нужно сказать про то, как эту совместную работу видят Министерство экономического развития. У нас всех беспокоит, добро, мы услышали про некую дорожную карту, как будет выглядеть все в новом сезоне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу немножечко напомнить о том, как у нас выглядела программа до национального проекта. И мы сегодня вспоминали, что она начиналась у нас действительно с 7-го года. Но, к сожалению, это для сравнения просто в том числе с сегодняшними реалиями. То есть у нас с 7-го года до 18-го, за 12 лет было профинансировано по тем правилам, которые были до этого и с теми объемами, которые мы имели на тот момент в разных госпрограммах, в разных лицах, только 37 промышленных объектов. На сегодняшний день за 2 года у нас в работе находятся 43 проекта, 9 из которых мы сдаем в этом году. То есть все наши совместные мероприятия и совместно разработанные новые требования к программе дали возможность 43 проектам уже получить на сегодняшний день финансирование. В 2019 году напомню, что у нас изначально было поддержано 19 проектов и 14 из них это те, которые переходящие до наследства, которые как раз в госпрограмме у нас осталось, и мы их завершаем. А при этом у нас в 2020 году будет реализован 21 проект, из них 8 технопарков, 13 промышленных парков, и соответственно какая-то часть еще переходящих останется. Что здесь важно, нам удалось в прошлом году дополнительные средства на это мероприятие привлечь, несмотря на то, что изначально было много споров по поводу необходимости вообще этой меры и поддержки. У нас на 2019 год было заложено 4,5 миллиарда, на 2020 год было заложено 2 миллиарда, а в итоге у нас 2019 вышел с финансированием 6,8 миллиарда, то есть еще дополнительно из средств экономии по другим мероприятиям и цельного проекта мы финансировали те объекты, которые были готовы забрать деньги в 2019, в том числе в том, что будет реализован сам проект в 2020 году, то есть опережающим финансированием. И соответственно 5,2 у нас получилось по 2020 году, то есть 3,2 мы добавили на самом деле достаточно большой успех наш совместный, потому что без вашей работы, без ваших показателей нам не удалось этого доказать, потому что требуется дофинансировать наши мероприятия. Напомню, что у нас в 2016 постановлении субсидии предоставляются регионам, каждый регион может претендовать в год не более чем на три проекта. Последние изменения у нас позволяют, раньше был запрет на два года, то есть мы выкидывали регионы из реализации нового проекта. Сейчас есть возможность, если проект реализуется, и у нас к нему нет вопросов по первому полугодию реализации, если вы свои обязательно не соблюдаете, то соответственно на новый конкурс мы тоже готовы в середину года принимать документы. При этом сразу же бережу ваш возможный вопрос по поводу пяти проектов на один регион. Мы не готовы здесь увеличивать количество реализуемых в одном регионе возможных проектов проекта. Объясню, почему такая принципиальная позиция. У нас на самом деле задача не поддержать те регионы, у которых уже установилась практика реализации этих проектов, скачали эту сферу, много есть желающих, много инициаторов, все-таки дать возможность тем регионам, у которых это направление меньше развито, иметь такой инфраструктуры реализовать проекты. Мы понимаем, что если нам будет ежегодно приходить сильные регионы, у которых есть уже соответствующие профессиональные управляющие компании, комфортно работать именно в этом регионе, то другие с меньшим опытом или с его отсутствием просто не будут иметь возможность в принципе хотя бы выиграть в конкурсном наборе, потому что изначально было понятно, что комплект документов и квалификация управляющей компании намного выше, чем в регионах, в которых слабо развито это направление. По документам у нас все остается по-прежнему, то есть на конкурсный отбор мы, конечно, просим максимально собранный комплект документов, но готовый здесь в каком-то лайт-режиме рассматривать вариант с предоставлением на конкурс экспертизы стоимости и ее предоставление в момент отключения соглашения. Максимальный срок у нас по-прежнему останется два года, приоритет будет отдаваться как и прежде однолетним проектам. как мы видим синхронизацию с теми требованиями, которые сегодняшний день существуют в Минфонторге. У нас внесены за последние полугодия коллегами несколько изменений, которые, на наш взгляд, в принципе, позволяют всем нашим промышленным паркам получить эту аккредитацию. Если вы знаете о каких-то требованиях, которые вы считаете неприемлемым на сегодняшний момент, мы с коллегами готовы рассматривать для того, чтобы делать возможную аккредитацию всех наших состоящих парков, потому что мы заинтересованы в том, что действительно у нас реестр стабильного цели единый и не было выпавших проектов, которые мы по причинам не включили, то есть мы здесь готовы рассматривать. С точки зрения самого конкурсного отбора и как мы будем вас оценивать учетом требования по соответствии с 124-м постановлением, это для тех проектов, которые мы на сегодняшний день как раз уже поддержали. То есть в течение 2020 года тем проектам, которые поддержаны до сегодняшнего дня, необходимо будет пройти аккредитацию. Это он на сегодняшний день не состоит еще в в течение до конца 2020 года с учетом требований, которые сейчас выдает Минфиль по заключению соглашений до 1 января года предыдущего на фронт 21-го, победителя.